Проблема на ровном месте. У меня муж утром выгнал коров в стадо, но не стал дожидаться пастуху, оставил их коров и ушел домой. Время у нас сейчас 9 часов утра, выгнал он их в 7. Ну все, мы спокойно сидим дома, я собралась работать в своей сыроварне, делать топленое масло. Оказывается, у меня 7 пропущенных звонков. Короче, пастуха не было, и они ушли по яблокам. У нас в хуторе есть брошенные усадьбы, где растут яблони. И вот все коровы, естественно, их любят и уходят. В общем, нам просто повезло, что мы их сейчас поймали вот на этом поле. Мы, естественно, поехали сразу в хутор их искать. Ну все, они все яблоки съели, вышли, и теперь, наверное, собрались к китайцам. Одной коровы нет, у нас 9 штук. И нам сейчас нужно гнать их в стадо. То есть вот таким образом сегодня мой супруг устроил проблему просто на ровном месте. Друзья, это еще не все. Вот та усадьба, куда, я думаю, что будут заходить мои коровы. Здесь уже давно никто не живет. Здесь все умерли. Понимаете, я сейчас еду мимо и обратила внимание, что здесь... Смотрите, вы поняли, да? Люди умерли давно, года 3 назад. Что это? Это мусор, друзья, наверное. Срочно погасите долги. Здесь никто не живет, вообще никогда не бывает никто. Понимаете? Нет никого совершенно. Насчитали долгов 2900 рублей, друзья. Этот человек умер 100 лет назад, представляете? Вот приходят документы на мусор. У нас по хутору стоят 3 ящика мусорных, 4 даже, наверное. Вот. И мы платим 600 рублей. Вот мы лично платим 600 рублей. За вынос мусора. Мы смогли собрать всех коров, и теперь погоним их в стадо. Скорее всего, муж погонит их на машине, потому что дальше здесь равнина. То есть, если по хутору канавы и всякие сады, то вот здесь, после того, как мы пересечем вот эту вспаханную полосу, здесь равнина. Ну и, в общем, можно ехать на машине, что он периодически и делает. У нас 2 быка, 5 коров и 2 тёлки. Да, носик. Погуляли вы сегодня по яблокам? Чё, машиной погонишь? Да. Ну, поехали. Хорошо. Всем любителям животным хочу сказать, что ничего страшного. Они бегают, как сайгаки, эти коровы. Их не догонишь. Кузнец, иди отсюда. Их на машине не догонишь. То есть, им это, знаете, легко. Тем более, они у нас приучат. Как я сниму? Через стекло? Этим сними его прям вплотную. Ты же трясёшься. Как же я сниму? Прислоней к стеклу. Нет, не получится. Муж у меня тоже совет выдает. Видишь, не пал слишком близко. Вот так коровки бегают. Осталось стадо найти. Вон там я видела где-то. Под гороем. Где-то вроде были. Под горой. А, да, вон под горой. Друзья, заодно чабрец посмотрим. Мы вчера набрали. Я набрала целый пакет. Вот, сейчас у нас цветёт пижма. Чабрец. Что ещё? Ну, вот больше ничего не знаю такого. Из тех трав, которые я прям знаю. Всё, спрятались в акациях. А там китайцы. Они не просто так здесь спрятались. Здесь, наверное, помидоры. Ну, конечно. Китайцы помидоры накидали. Давай, бестарьковые вон туда. Хорошо. Я разведусь оттуда. Хорошо. Хорошо. Вот, хорошо. А ну, пошли! Всё, это, в общем, наркотик для них. Пошли! Пошли! У меня палки нету. На беспалки они в фиг пойдут. Пошла! Ну, пошла! Ай! Пошли! Пошли! Ну, видно, что здесь истоптанно. То есть, они прекрасно знают. Их сюда гоняют по сну, судя по всему. Потому что, видите, сколько здесь этого навоза говна. Ну, а ну, пошли! Так, друзья, проблему с вами себе нарисовали. Называется, с утра мне нет, чтобы молоко перерабатывать. Так, всё, в машину срочно. Без машины и без собаки пешком вот это вот гнать. Но здесь километром сколько? Три, наверное, будет до места пастбища. Вот такая трава высохшая у нас. Я вам показывала две недели назад зелёные луга. Всё, закончилась. Пошла жара. И неделя жары, в общем, и сушил, друзья, всё. Песок здесь. Да, песок здесь. Ну, естественно, мы не гоним их всё время вскачь. Во-первых, у нас и машина закипает. А во-вторых, и они. Вот ведь идут, потом бегут. В общем, вот там уже на горизонте коровы, бараны. В общем, можно сказать, что мы приехали. Ну, надо их догнать до самого стада, потому что они развернутся. В общем, помидоры и яблоки – это убийство. Это убийство для пастуха и для стада. У нас слепней, друзья, оводов. Ну, есть, но очень мало. Мужа у меня вот недавно в сарае укусил овод. Меня кусал. Вообще так хорошо. Он чувствуется укус. Ну, так, чтобы вот они на коров нападали. Как у людей я видела, коров попонами накрывают. Либо в сарае доится коров. Невозможно, потому что… Нет, они летают вокруг. Ну, как бы надо их прибить сразу. Ну, два, три. Ну, может, один. Бывает вообще ни одного. Ну, то есть у нас нет такой проблемы, что, как бы, оводов много. Но зато у нас… Кузнецу нравится ехать на стекле. Вот такая у нас неожиданная утром сегодня прогулка состоялась. В общем, это нам повезло, что мы им прихватили коров около трассы. Иначе они бы ушли оттуда к китайцам. Это вот сто процентов. Я прям в этом уверена. А может, воробьет? Ну, куда-нибудь ушли бы. Надо пригонять их и поступождать. Так. Так, бык пришел, смотрит. Чужой. Ой, а кузнецов-то, смотри, сколько. Они идут, смотри, сколько кузнецов взлетает. Ну, все, друзья, теперь они будут пастись. Все. Как бы другие коровы поняли, что пришли свои. Они, между прочим, по запаху друг друга отличают. Видите, там наверху барашки ходят. Пастухи где-то тут. Но они видели. Я видела пастуха, когда мы подъезжали. Вон туда, на бугор он поднимался. Он корову какую-то заворачивал. Сейчас его нет, но, в общем, коровы не уйдут. Вот он, естественно, видел, что мы подогнали стадо. Все, оставляем и едем домой. Вот здесь травы побольше. Вообще, вот, да, вот такие пастбищи у нас. А вы говорите, высокоудойные коровы. Чем кормить-то? У нас все растет только вот в таком виде. Если хотите траву, но это же поливать надо. А где сейчас взять? Мелиорацию нету. В Советском Союзе была, конечно, и сажали. Илюцернус. Ой, илюцернус, гляньте, сколько. Вот это да. Вы боитесь кузнецов? Вон он, пастух. Вон с бугра спускается. Ну все. Да вообще все быстро высохло. Вообще ничего нету. Это хорошо, у этого стало маленькое, что это будет добровой. Бараны, что ли? Да. Бараны все вытащили. Горевод сдали, 200 голов. Сдали? Почем же сдавали, не знаешь? Не. Ну на Москву возили. Куда? В Москву. Ну они все отсюда в Москву возили. И оттуда все, все туда. Я говорю, что, блядь, сдаешь на вазики ездить? Это мои. Ну, господи. Ладно, конечно, не так же, полу Москвы не русло. Иду, или спасатки. Нет. Лежите. А ты что тут делаешь? Милиция, милиция. Что милиция? Блин, надо сказать, вот, пускай они мне скажут, менты, я всех найду. У них там, знаешь, как подземелья? А я знаю. Я зимой корову ход, я хожу. Это потом рано. Ну, что ж такое? Ну, земля везде чернозем, а местами красная, вот туда глыбе, красная земля. Ну, ну, все, блядь. Они, короче, вот в парень только вошел или в левую сторону, или в правую. В самом углу, ну, вот, чтобы только туловище прошло, копает это, потом туда ход, а между парниками там человек на пять комнат. Сверху в доске засыпают землей, все, ничего не видят. Эти приезжают с собаками в другой раз, менты. Ищут, а они туда ширк-ширк их. Я же говорю, мы сейчас вот коров гоним, а я смотрю, двое, может, даже на камере осталось, бегут в посадку, думают, что им в окациях надо. Прям так бегут, прям, а их, оказывается, все дня ОМОН гоняет, верно? Ну, по весне мы идем, на детстве. Ну, вдруг, ну, парни, в УАЗе подъезжают. Нерусских нету, я говорю, я нерусский, нахуй. Что, не видишь, что ж, блядь, русских будет, в УАЗе, нет. А что их гоняют, они без паспорта, или все? Без регистрации проезжают втихаря, с регистрацией же им надо платить, там, регистрироваться, документы какие-то, чтобы были. А многие, наверное, без ничего. В общем, да, раньше китайцы прятались. У нас тогда у этой, у женщины, у одной коров, две в ямы свалились в китайскую, помнишь? Оксанка вытаскивала трактор. Вот здесь прямо сейчас, где ворота, раньше этого ничего не было. А они, вот я же говорю, копают вот эти. Схрон сделали. Подземель, а сверху закрывают бревна, а коровы, знаете, бревна, бревна раздвинулись, они туда брык. И вытаскивали трактором. Корову вот так смотришь, такая глубокая яма. Подъемный кран вызывали. Сейчас расскажешь, трактором вытаскивали. Ну, с подъемником, какая разница? Подъемный кран, это стрелка сзади. А что я не катаюсь? Для дома он катается. А, там вот катаются. Может, нафиг за грибой, скажет китайцам. Да, кстати, вон катаются. Вон кто-то идет. Я сюда белая машина подъезжала, так медленно ехала. А я как по голову шел. Ой, у людей горе, а нам пообсуждать. Смотри, какая корова без рога хорошая. О, горе. Ну как, вот представьте этих работников сейчас с теплиц заберут. Им кто работать будет? Сами пусть работают. Да, их не хватит. Один хозяин, насколько теплиц. Китайцев, блин, уже под миллиард же. Где-то там, блин. Вот. И вообще они сюда залезли, блин. Власть наша пустила, они и залезли. Нет, именно вот здесь, среди населения, да, поселка. Вот там есть вот это, как в это, куда? В Боеван, или? Куда вот, едешь там? Да, в полях есть. В полях, там в стороне, вот там их много. Вот они там, никому не мешают. А здесь стерлись. Так, ладно, поехали. Да, точно, УАЗик кого-то ловит есть, кошмар. Поехали, сейчас, может, нас приходят. Вот вам не видно, а вон там дальше, вон УАЗик остановился. Вон там двое, еще какой-то вышел, правда, что ли, может, кого-то поймали. А там кошельки, вон, в этой кошельке, да. Смотри, что там делается. Там никого нет, самое. Под белоручки. Алифтомы, наверное, бегут сюда, напряжутся. Да, друзья, вам не видно далеко снимать. Камера не берет, а я-то вижу. Не, не успеем, они. Вот наши козы, видишь, потомки. Похожи, да, да, да. Вижу. Ходили же, говорю, у вас сколько, по-моему, вот коза. Ходил, да. Все, уехал. Здесь уже почти ничего нет. Вон, ходит в камышах. В камышах ходит человек, а вон УАЗик на такой бешеной скорости едет. Блин, друзья, что там происходит? Это, наверное, хозяин собирает своих этих. Я думала, он без подписи УАЗик. Станьте вот здесь под деревом, посмотрим. Гляньте, их там раз, два. Да это хозяин сто пудов собирает их, видишь? Они разбежались, наверное. А, из камышей вылезают. А теперь из камышей вылезают. Да, стой, тормози. Да. Не видно. Вот, сюда. Не, они друзья. Нет, их там подбило рученьки, никто не загребает. Вон, один из, короче, двоих посадили до этого в УАЗик. Вот сейчас двоих нашли. Обалдеть. Облава, короче. Вот так, видите, как от облавы разбегается народ. Куда-то он пошел. Еще там, наверное, кто-нибудь в кушерях сидит. Кошмар. Зимой тебе киносъемку сделает. Кузнецы уже в машину залезают. Смотри. Какую киносъемку мне назвали? Ай, ай. Все, упрыгал. Пойдем. Найдем вот эти их яблоки. А, схроны? Ага. Залезешь туда, сниму. Да, да, да. И я это все сниму. На весь белый свет расскажу. И, короче, придут и сделают мне секир башка китайцы. Я что, тупая? Нет, такого никогда не будет. Так, ладно, где этот чебрец? Чебрец вон там. У нас ножниц сейчас нет, если только показать. Не надо его. Да-да, домой. Поехали домой, все.